День добрый, уважаемые коллеги! Напомню, меня зовут Сергей Урескул, и сегодня мы с вами продолжаем обсуждение вопросов, связанных с облигационными займами. Самым частым, самым востребованным вопросом по размещению облигаций является вопрос, а можно ли размещать необеспеченные облигации, и что вообще может являться обеспечением прав по облигациям. Начну я, пожалуй, с ответа на вопрос, можно ли выпускать необеспеченные облигации. Ответ – да, возможно. Это право инвестора приобретать облигации. Поэтому, конечно же, вы можете выпустить облигации, которые вообще ничем не обеспечены. Но с высокой степени вероятности вам будет крайне сложно найти инвестора, который готов приобрести облигации, которые вообще ничем не обеспечены. Вы должны это понимать. Если же вы взвесили свои риски и понимаете, что найти инвестора, который не вложится в необеспеченные облигации, конечно же, вы должны определиться с обеспечением по облигациям. Что же может являться обеспечением по облигациям? Ну, наверное, очевидно, что первым, наиболее традиционным способом обеспечения по облигациям является поручительство. Какие же требования будут предъявляться к поручителю по облигациям? Вы, конечно, могли посчитать, что список требований довольно большой и серьезный, но исчерпывающим списком требований поручителю по облигациям является наличие величины чистых активов в размере не менее величины облигационного займа. Таким образом, если у вас есть поручитель, у которого величина чистых активов не меньше величины облигационного займа, то такое лицо может являться поручителем по вашим облигациям. Ну, одним из традиционных способов вообще обеспечения обязательств в России является, конечно же, банковская гарантия. Пожалуй, про банковскую гарантию специально останавливаться смысла нет. Это классическая банковская гарантия, по которой банк-гарант, поручаясь по облигациям, гарантирует выплату облигационного займа в случае, если у имитента наступит дефолт, и он не сможет рассчитаться с владельцами облигаций. Но вы должны понимать, что если вы банковская гарантия, то, конечно же, платная услуга, это одна из видов деятельности банковских структур, то, конечно же, вы должны понимать, что наличие банковской гарантии значительно повысит вашу процентную ставку, по которой вы будете брать денежные средства у потенциальных инвесторов. Следующим видом обеспечения по облигациям будет являться муниципальная гарантия. То есть, это та гарантия, которую могут выдать муниципальные органы власти. Здесь, наверное, речь идет уже в первую очередь о случае частного государственного партнерства или каком-то социальном проекте, когда государственные органы власти могут выдать муниципальную гарантию. При выдаче такой гарантии, конечно же, необходимо, чтобы такая гарантия прошла все необходимые стадии утверждения всеми соответствующими органами власти. и получила все согласовательные документы. Это довольно сложный способ обеспечения интересов владельца облигаций. Ну и, наверное, самый популярный способ обеспечения владельца облигаций – это, конечно же, облигации, обеспеченные залогом. Конечно же, сразу встает вопрос, что может являться залогом по облигациям. Залогом по облигациям могут быть ценные бумаги, как документарного характера, так и без документарного характера. Если это документарные, то, конечно же, они должны иметь возможность быть обездвиженными, документарные ценные бумаги. Также может, собственно говоря, в качестве обеспечения по облигациям приниматься недвижимое имущество, ну и, конечно же, денежные требования. Также являются одним из способов обеспечения залога по вашим облигациям. Таким образом, каждый из видов обеспечения облигаций является исчерпывающим и закрытым. Мы с вами рассмотрели способы обеспечения интересов владельца облигаций. Каким именно способом обеспечения вам пользоваться, вы должны определить самостоятельно, потому что, возможно, у вас есть настолько лояльные инвесторы, которые готовы вложиться даже в облигации без обеспечения. Если у вас возникают вопросы по выпуску облигаций, можете их задавать в комментариях под данным видео. Я надеюсь, что мое разъяснение было для вас полезным. До скорых встреч! С вами был Сергей Влеску. Спасибо!